добрый день всем привет с вами ваша каганович я маркетолог компании western beat и сегодня вторая часть нашей замечательной темы время деньги которая касается такой проблемы почему вы теряете деньги на ebay наверное такой заголовок касается больше новичков чем опытных продавцов потому что если вы теряете деньги на ebay в течение долгого времени скорее всего вы уже бросили или скоро бросите эту торговлю но я надеюсь что это видео поможет вам избежать таких типичных ошибок продавцов особенно новичков которые приводят в общем и целом к убыткам причина номер один такая очень распространенная причина опять люди хотят сэкономить время и они забывают вести правильную бухгалтерию то есть они забывают они покупают очень много вещей на барахолках на рынках покупают это на свой личный счет не разделяют деньги своего бизнеса и свои личные деньги и в результате они не ведут полный хороший учет того сколько они потратили сколько будет стоить их комиссия и в результате этого они перестают понимать какие товары приносят больше денег какие меньше где можно что-то исправить сконцентрироваться то есть вести важный учет и разделять ваши личные финансы от ваших финансов бизнеса очень очень важно ну наверное начале очень много продавцов делают все аккуратный правильный готовится к этому процессу но потом когда они уже начинают начинают продавать если человек бросает эту практику то это очень часто является причиной потери денег следующая причина тоже очень популярные среди новичков но собственно и даже не только среди новичков это то что случается с теми людьми которые продают поддержанные товары и они случаются плохого качества ну или вы когда покупали вещи невнимательно посмотрели не заметили в ней недостатки или но я сейчас приведу такой типичный пример я уверена что случался с очень многими людьми у меня есть какая-то вещь которая ну предположим свитер который стал мало моей дочери я решила его выставить я хочу побыстрее продать не неважно в принципе за какую цену но лишь бы чтобы не выкидывать значит я выставляю на аукцион за 99 центов и у меня его очень быстро за 99 центов покупают я конечно что я буду возиться с этим свитером я его там абы как сфотографировала ну и подумала что наверное пересылка он там влезет в этот flat rate envelope наверное пересылка будет стоить 650 ну и поставила за 650 значит у меня купили эту вещь я поехал на почту ну или распечатала лейбл у себя дома и вдруг я вижу что эта вещь не влезает в эту в эту упаковку значит мне нужно положить ее в другую коробку и моя пересылка будет стоить 10 долларов вот я в результате получила за эту вещь предположим доллар с аукциона и 650 значит 750 то что я получила значит я потратила свои деньги дополнительные еще заплатил лишние три доллара за пересылку отправила в результате мне влепляют негативный отзыв она мне говорит что вещь старая помятая что там слишком много катушек конечно мне не жалко 99 центов я все равно ее сдам на благотворительность но как бы вот это пересылка которую я заплатила 650 это абсолютно выкинутые мной деньги я новый продавец у которого еще мало отзыв получаю этот негативный отзыв в результате он не очень дорого стоит потому что в процентном отношении ведь отзывы если у меня еще мало отзывов то один негативный отзыв может меня там снизить мой рейтинг там до 50 60 процентов правильно то есть мои звездочки и отзывы каждая считается очень сильно если у меня там тысячи отзывов и звездочек то одна мне погода не сделает но в самом начале очень очень может меня отбросить назад вот поэтому будьте очень осторожны со старыми вещами у которых очень вопросительное качество ну то что вы можете сделать это конечно выставить как можно больше подробностей и деталей в описании да если там есть какой-то дефект но вы имейте ввиду что очень часто покупатель не обращает на это внимание все равно покупает эту вещь если в ней есть какой-то дефект то вероятность этого возврата намного выше кстати я вам хочу еще сказать такой маленький секрет я со мной поделился этим секретом мой хороший знакомый который продавец с двадцатилетним стажем и заработком 100 тысяч долларов в год только с продаж на ebay он имеет множество магазинов и новых и старых и он не сказал что-то интересная вещь те магазины старые магазины в которых у меня есть скажем 1000 звездочек почему-то они привлекают еще больше положительных звездочек то есть в этих магазинах очень мало возвратов негативных комментариев я тот же самый продавец тот же самый человек продаю те же самые вещи но как только я открываю новый магазин в котором еще нет рейтинга нет звездочек и фидбэк это вероятность того за какой-то стадный рефлекс до что если люди видят что тысячи других покупателей оставили позитивные отзывы то они как-то вот боятся там и стесняются оставить негативный а если это новый продавец то вероятность того что будет возврат и какой-то негативный фидбэк намного выше поэтому как новому продавцу вам нужно очень очень даже еще более аккуратно чем проверенный там top seller до обращать внимание на качество и на описание товара и на доставку чтобы минимизировать шансы ну не пугайтесь конечно все люди с чего-то начинали и конечно и конечно ничего страшного происходит проходит какое-то время год-два и вы обязательно наработаете эти звездочки репутацию просто тот кто старается быть в начале осторожен тот обычно выигрывает в конце еще одну такую ошибку о которой я по-моему уже говорила раньше это те люди которые продают товары только с аукциона вот имейте ввиду такую вещь что может быть это и правильная тактика на какие-то особые коллекционные вещи но вообще особенно последняя тенденция покупатели любят бает нау это кстати касается не только вот мы у меня было видео на тему того почему люди бросают торговлю на ebay потому что они требуют моментального вознаграждения вот это вот наша современная культура она распространяется и на покупателей тоже зачем человеку сидеть и ждать пока придет этот аукцион да что там для него эти лишние пару долларов если ему нужна эта вещь он пойдет он ее купит он заплатит он знает когда ему придет эта вещь то есть он не должен сидеть следите ждать поэтому байт нау все больше и больше с каждым годом набирает больше популярности просто имейте в виду что это очень хорошая опция особенно для новичков еще один наверное самый важный совет который я вообще могу дать новичкам это старайтесь продавать много и дешевых вещей смотрите в ebay очень часто вопрос удачи и успеха касается просто количество вещей которые вы выставляете то есть если у вас не популярные вещи ну скажем не очень популярны средне популярны и они там продаются 30 процентов если вы выставите там 30-50 товаров но это совет касается не совсем новичков конечно вы начинаете с 10 товаров но имею ввиду когда вам увеличит немножко лимиты да и вы выставляете там 30-50 товаров ну продадите то вы там две-три вещи в месяц это ничто если вы ставите 500 товаров в месяц то вы будете продавать эти товары каждый день и заработок пускай он будет небольшой пускай ваша маржа будет с каждой вещи там два три пять долларов но тем что вы будете продавать много и больше вы сразу убиваете двух зайцев во первых вы нарабатываете репутацию отзывы во вторых вы получаете вы можете получить возможность получить top rated seller потому что количество продаж и общая сумма на которую вы продаете будет быстрее расти и в общем и целом ваш заработок будет выше просто за счет этого оборота поэтому если вы выбираете между тем чтобы продавать поменьше вещей и и там каких-то дорогих вещей по 500 долларов или по 200 долларов лучше выбирайте 50 100 500 вещей по 10 15 20 долларов кстати с такими вещами ваш риск намного ниже чем возможное вознаграждение потому что если вам вернули вещь на 500 долларов то это совсем не то же самое если вам вернули вещь за 10 долларов так что запомните вот такое очень простое правило чем больше вещей вы будете выставлять на продажу тем больше вы будете продавать еще раз чем больше вещей вы будете выставлять на продажу тем больше вы будете продавать и тем выше будет ваш заработок я надеюсь что это видео было полезно интересно для вас скоро выпущу третью часть по поводу того как и какими способами вы можете сэкономить время ну и естественно деньги всем пока и 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 Субтитры сделал DimaTorzok